Всем приветствуем мистериям. Какие идеи украл Калашникова при создании АК-47? На окончательном этапе конкурсного отбора модели автомата для действующей армии были представлены три совершенно самостоятельных образца автоматического стрелкового оружия. Автомата Калашникова АК-46, Булкина ТК БА-415 и Дементьева КБА-2. До определенного момента они были равноценными. Кандидат технических наук, постоянный автор журнала «Калашников» Руслан Чумак писал, что Михаил Калашников и его помощник Александр Зайцев перед решающими полигонными испытаниями в декабре 1947-1948 годов решили кардинально переделать конструкцию АК, что прямо запрещалось по условиям соревнования моделей оружейников. В безотказанности Калашникова было его преимущество, но в плане общей компоновки он был уязвим и по этой причине существовал риск не пройти испытания. Впрочем, автомат могли снять испытания, если бы узнали, что он радикально переделан. Такие модернизации уже были, а не негативно сказались на боевых качествах образцов автоматического оружия. Руслан Чумак приводит детали этой переделки, которые, вероятно, могли породить гипотезу о копировании Калашникова модели автомата Булкина. Конструктор на самом деле изготовил в своем модели неразъемную ствольную коробку, соединяющую с прикладом, которую сверху закрывала съемная крышка. Подобная конструкция уже имелась не только в автомате Булкина, но и в Судаевском АС-44. В этих же автоматах затворная рама объединялась с газовым поршнем. Эту особенность в конструкции также добавил в свою модель Калашников. В итоге, после переделки автомат Калашникова получил новое название – АК-47. Чумак, считая, что ничего эксклюзивного, разработанного одним только Булкином, Калашников для доделки своего АК не позаимствовал. Тогда как механизм запирания АТКБ-415, взятый за образец у пулемета Льюис, оставался гораздо менее функциональным, чем у АК, и это обстоятельство во многом, если не главном, решило учесть автомата Булкина. Так считал советский инженер-испытатель, автор книги «Отечественные автоматы» Александр Малимон. Малимон принимал участие в испытании конкурсных образцов автоматов в 1947-1948 годах и признавался в том, что отдельные узлы АК-47 и АТКБ-415 действительно схожи. Однако инженер подтверждает, что ничего зазорного в этих заимствованиях не видели, если они шли на пользу дела, то есть улучшали качество нового стрелкового оружия. Более того, по словам Малимона, подобная практика поощрялась военным руководством министерским начальством Советского Союза. Серьезные переделки АК испытательная комиссия сразу заметила, но со стрельб автомат Калашникова не сняли, посчитав нововведения удачными. В результате этот образец опередил своих конкурентов по особенностям в эксплуатации стойкости деталей и работе автоматики. В комплексе все эти характеристики обеспечили ему зеленый свет для дальнейших уже войсковых испытаний, которые АК-47 также успешно выдержал.